Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно, что про меня вспомнили и пригласили на эту конференцию. Это очень приятно. У меня немножко получается сумбурный доклад, потому что я не думал делать никакие выступления, никакие публикации. Но потом все-таки удалось вспомнить свои старые поездки. Это одна из моих последних поездок. Я хотел рассказать об этом. Довольно интересные места мы посетили. Людмила Викторовна, помнят, мы вместе были. Это проходил конгресс ИОС. Я являюсь, я не знаю, являюсь ли сейчас, но с 1998 года я являюсь членом ИОС. Это международная организация по изучению суккулентов растений. Когда я еще проходил стажировку в университете Цюриха, там находится рядом бывшая коллекция Крайнца, суккулентом замов Цюриха. Это городская коллекция суккулентов. И она является основополагающей коллекцией ИОС. И исходя из того, что я тогда был докторантом и изучал репсалицы, меня пригласили. И я тогда вступил в это общество. И потом принимал участие в двух конгрессах. Один был в Цюрихе в 2006 году, а следующий проходил в Гаване в 2012 году, куда нас тоже пригласили. Ну, говорить о конгрессе интересно, долго, но основное, что я хотел рассказать, это то, что организаторы, сотрудники Гаванского ботанического сада организовали нам две поездки. Одна была непосредственно во время конгресса, вторая была в... Потом, после конгресса, по желанию, мы отправились на восток Кубы практически через весь остров. И посещали места, где произрастают растения, именно суккуленты и, в основном, эндемичные суккуленты, характерные для Кубы. Вот. Первая экскурсия, что нам проводили, это вот был национальный ботанический сад Гаваны. Вот. Этот сад расположен всего, практически в Гаване, 10 километров от центра. И считается одним из самых крупных ботанических садов мира. Порядка 600 гектаров. Вот. Проводили экскурсию нам в таких вот интересных открытых вагончиках, которые буксировались трактором «Владимирец». Вот. Очень все это, конечно, было экзотично, но интересно, потому что стекол в вагончиках не было, и можно было спокойно фотографировать интересные растения. Вот, пожалуйста, знаменитые кубинские королевские пальмы, райстайная регия. Вот. Это считается, как бы, чуть ли не символом Кубы. Ну, больше, ну, самое интересное, что, по крайней мере, для меня, было посещение оранжерейного комплекса. Это такие полуоткрытые оранжереи, которые, ну, практически только стеклом прикрыты сверху, чтобы дождем не заливало. Вот. И там располагались коллекции, коллекции в том числе эндемичных кактусов. Вот здесь, пожалуйста, коллекция мелокактусов кубинских. Там видно? Вот. Есть крупные растения, не обязательно кубинские. Вот. Феррокактусы меня, делал, впечатлили. Вот. Огромные вислицыны были. Вот. Бокебергия милитарис, цефалием. Ну, с псевдоцефалием. Вот. Рядом горка, в которой, ну, можно было увидеть интересные виды, в том числе мамиллярия пролифера, которая характерна именно для Афубы. Вот. Потом мы поехали во флористический заповедник Трестебиас до... Господи, прошти, Господи. Клавилинос. Клавилинос. Извините, испанский. Вот. Штаг Матанзос. И, соответственно, город Матанзос рядом. Вот. Здесь можно показать? Да. Понял. Вот он. Этот заповедник. Он небольшой, площадью всего 390 гектар. Северное побережье Куба, соответственно, основан не так давно, в 1984 году. Но сотрудники очень серьезные. Они охраняют эту территорию. Вы посмотрите, вот там чуть-чуть не колючая проволока запутанная. Растения там сохраняются довольно серьезно. То есть парк вообще с высоким уровнем эндемизма. Там много эндемиков. Не только растений, в том числе и животных. Все они отслеживаются, сохраняются. Проводятся программы по восстановлению территорий. Потому что там, к сожалению, происходит эрозия почв. Вот. Он характерен наличием серпентиновых почв. Которые, ну, как бы такая селективная среда. То есть почвы, по сути, токсичны для растений. Но те растения, те эндемики, которые там произрастают, они превосходно к этому приспособились. Хотя нам настоятельно не рекомендовали пить воду из речки. Потому что можно, в принципе, получить серьезную дозу мышника. Пологие холмы, достаточно такие невысокие. Поросшие вот этими, не знаю, кустарники, невысокая скарсерофитная растительность. Вот. Все это приспособлено вот к этим почвам серпентиновым и прекрасно себя там чувствует. Вот. Поднялись мы на гору. Там была такая тропинка довольно-таки плохо осязаемая. Я там пару раз заблудился, пока шел. Потерял группу. Вот. Плюс еще была где-то влажность примерно, ну, процентов, наверное, 90-100. Ну, и градусов, наверное, под 40 температура. Потому что мы были там в июле. Вот. Поднялись наверх. Там были несколько сотрудников. Ждали, может быть, и меня. Ну, в общем, увидел я вот эти вот растения. Это, может быть, одна из единственных популяций мелокактуса матанзануса, который там вот бережно сохраняется. Растения были и крупные, и мелкие. То есть, можно сказать о том, что эти растения не подвергают такому серьезному риску исчезновения. То есть, они сеются. Там было много сеянцев. Вот. Грешин одно растение в карман засунул. Вот. Теперь оно вот так выглядит. Вот. Да. Да. Стыдно до сих пор, скажусь. Вот. Да. Растение превосходное. Чувствует себя. Вот. Сами видите. Ему всего-то, может быть, 10 лет. Вот. Плоды. Сеем. То есть, семена есть. Сеемцев с него много. Далее мы поехали в национальный, ну, экологический заповедник Варахикакос. Это 32 километра к западу от матанзуса на полуострове Варадера. Ну, известный полуостров. Вот. Там часто, ну, курортная зона довольно известная. Но меня больше всего поразила дорога на этот самый полуостров. Мы. Автострада идет практически по водам залива. То есть, там вбиты колонны, положены мосты, и автобус ехал, как будто мы на корабле плыли. С фотографиями там не получилось, потому что стекла обликовали у автобуса. Вот. Ну, когда мы туда прибыли, нас тут же привели вот к этому старому кактусу. Это один из самых старых, можно сказать, самый старый, самый крупный экземпляр Дендроцериуса, но Диплоруса, который есть на Кубе. Вот. Вокруг него там построена куча всяких мелких кафе, стоят вывески, рассказывают, куча гидов. Вот. Они утверждают, что еще когда высаживались испанцы на Кубу, это растение уже было довольно-таки крупным. Сколько ему лет, не знает никто. Вот. Я подошел поближе, но рядом со мной это растение кажется еще больше. Это моих на на 4 будет. Вот. То есть, это очень, действительно реально крупное растение. Вот можно представить вот по силуэтам людей. Вот. Но самое интересное и долгая поездка была потом, после окончания Конгресса. То есть, нам предлагалось на выбор, то есть, можно оплачивать, можно не оплачивать. Вот. Но нас повезли по таким местам, в которых простые смертные иногда и не попадают. Вот. Мы поехали на восток Кубы, посетили Санта-Клару. Вот. Потом вот по этой дороге через водную кладь мы поехали в Байо де Буэна Виста. Вот. И на полуостров Кайо Санта-Мария. Вот. В сопровождении местного ученого мы посетили заповедник, расположенный в западной части этого самого полу... Ну, это можно сказать... Ну, нет, но все-таки полуострова. Вот. Много чего интересного увидели. Вот там был Селеницериус Грандифлорус с плодами. К сожалению, не цветущий. Но плоды были. Вот. Пелазоцериус Броксианус. Ну, и куча интересной фауны. Вот. Вот этот Казадой практически... Ну, я с расстояния на сантиметров 30 его фотографировал и никуда не уходил. Интересный. Вот здесь видна эта самая дорога до острова Кайо Санта-Мария. Вот практически видно, как она идет по водам залива. Вот. Потом мы отправились в провидцию Ольгин. Вот. Именно там, кстати, высаживались конкистадоры. Вот. Там даже в этом городе сохранена церковь, где хранится часть креста, который тогда поставили. Высадившись там. Вроде как Колумб, да? Вот. К сожалению, нам не удалось получить разрешение на посещение популяции мелокактуса Ольгвинензиса. Это один из самых интересных и известных кубинских мелокактусов. Но, к большому сожалению, в природных... В этом заповеднике он практически исчез. Сотрудники договорились с Кью и получили семена от растений, которые были до этого вывезены из этого заповедника и схранены в Кью. Вот. Используя местных ботаников и ботаников европейских, они высели эти семена, получили молодые растения и высадили в популяцию, то есть реинтродукцию. Вот. Но потом приехали, как нам сказали венгры, и срыли все это под ноль. Они обиделись настолько, что не пустили даже нас в виде вот этой экспедиции, конгресс. Вот. Ни в какую там люди возмущались, но нет. Нет, не пустили. Мы поехали в ботанический сад Ольгина. И там увидели эти растения. Но, к сожалению, они выглядели вот так. Вот что мне хочется отметить, то, что мелокактусы, которые выкапываются в природе, в культуре жить, ну, ни в какую не хотят. Вот. И сам проверил, и посмотрел. То есть сейнц, которые вырастают потом из семян, которые собраны там же, и растения, которые потом, ну, они сейнцы перерастают, и быстрее цифалят, нежели вот эти вот самые мелокактусы. Вот Ольгинензис пришлось вот так вот. Я уж так не пытался его фотографировать, чтобы он красивым был. Но это реально красивое растение, поверьте мне. Вот. И скабария Кубензис, мы ее в природе не видели. Вот в экспозиции ботанического сада она выглядит вот так. Вот. Она интересна только может быть тем, что это реально кубинский эндемик, больше нигде не встречает. Вот. Ну и потом поехали в провинцию Гуантанамо. Вот. И рядом с городом Оо нас высадили, просто походить по дороге, посмотреть. Вот. Мы увидели, встретили популяцию уникальных эндемов Кубы, пожалуйста, от Грацена Кубензис. Там были и молодые растения, и семена. Но семена, к сожалению, еще не зрелые. Вот. И у Форби Елена. Вот. К сожалению, она ни в какую не размножается. Черенкованием семян не было. Вот. Потом мы поехали к городу Имеас через горы. Вот. Вот он этот Имеас. Вот. Вот дорога идет, по которой мы ехали. И здесь нас остановили и сказали, вот, походите, посмотрите, сейчас что-нибудь увидите. Вот увидели. Прямо прибрежный утес, волны, высокий такой вот утес, карнизы. Довольно опасные. Советовали туда не лезть, чтобы это не обвалилось. Вот. Рядом росла популяция, достаточно мощная популяция, стеноцариус фимбриатуса. Вот. Вот так это выглядело. Вот. Там, кстати, много растений обгоревших. Вот реально обгоревших. Там, видимо, постоянно жгут траву или там какие-то такие вот пожары, которые растения портят. Но они не гибнут, живут. Вот. И вот, пожалуйста, увидели мелокактус акуна. Вот. Теперь этот вроде как считается формой Ольги Хольгу Иннандеса. Но я все-таки как бы считаю, что это действительно акуна. Вот. В ботаническом саду Гаваны она содержится как акуна и представлена нам была как акуна. То есть ботаники все-таки, наверное, знали, что у них там произрастает. Вот это растение так прекрасно выглядит. Вот. До него мне пришлось туда карабкаться. Вот. Но очень как бы получил серьезный нагоняй, потому что рост он на карнизе, который был толщиной, может быть, ну, сантиметров 5-7. То есть можно было легко вместе с этим мелокактусом окунуться. Вот. Вот. Из семян, которые он с этого плодика попросил, мне все-таки вытянули парочку штук. Вот выросли. Вот. Рядом, кстати, нафтыкались плоды с этого матанзамуса. Он прекрасно стреляет, причем далеко. Вот. Затем мы поехали в город Гуантанамо. Ну, соответственно, одноименная провинция. Вот здесь вот, ну, карты гугла, к сожалению, это не показывают. Это та самая военная база под город Гуантанамо. Вот. Сейчас вот это закрытое место туда, после того, как российская военная база закрылась, кубинцы свою базу расширили. И национальный парк, природный заповедник Лос-Манитонгас оказался на территории этой самой военной базы. Попасть туда без разрешения нереально никому, ни кубинцам, ни иностранцам тем более. И, как говорили нам наши организаторы, они где-то за год подали заявку, чтобы нас пустили туда. Вот. Это было все серьезно. Автобус посещался Командос, который проверяли нас всех. Вот. Причем, почему-то сказали никоим образом не пользоваться вспышками, когда будете там на месте. Чему не знаю. Ну, да, видимо, раздражает там пограничники наблюдать за всем. Вот. А здесь находится единственная популяция одного из самых красивых. Поверьте мне, мелокактусов, мелокактус ева. Он характерен не только, что он сам по себе такой красивый. Это самый крупноцветковый кубинский мелокактус вообще. Для сравнения, вот, извините, я уж просто больше никого не сфоткал рядом. Вот. Это действительно достаточно крупные куртины. Причем, так получилось, что внизу, вот, когда мы только пришли вот к этим горам, внизу они были самые крупные. Вот. Там, кстати, сохранились специальные лесен, которые были сделаны еще когда этот парк посещал. При том, чтобы посетители могли подняться выше. Вот. Они до сих пор там сохранились и в неплохом состоянии. Вот. Вот мы до этих ступенек дошли, и вот первая куртина, вот, пожалуйста. Да, и причем, я сейчас покажу потом сеянцы, они любят сразу прямо из гиппокотеля выдавать две головы. Вот. Растения, кстати, довольно врябельные там были и со светлой колючкой, почти белой. Были с пурпурной колючкой. То есть, это и с большим цифалем, и мелкие, одноголовые, многоголовые. Вот. Причем, чем выше мы поднимались, тем больше разнообразия встречали. Вот этот, к сожалению, мне не удалось туда подняться. Это вот с нами были еще ребята из Томска. Вот. И он туда поднялся, сказал, пойди залезь, а я уже не мог. Вот. И вот он сфотографировал и фотографию мне прислал. Вот. Я, к сожалению, не наблюдал. Но вот здесь цветок сантиметров пять. То есть, для мелокатуса это, ну, вот, посмотрите, как выглядит вот эта самая популяция. это все до горизонта и все поросшие вот эти мелокатусы. Особенно, посмотрите, абсолютно вертикальная скала и все с мелокатусом и эла. И много-много сеянцев. Вот. Сеянцев, молодых растений, трупиков, то есть, они, ну, живая популяция, которая восстанавливается, возобновляется. То есть, это все прямо вот впечатлило очень сильно. вот посмотрите, здесь эти вот, это сеянцы из тех самых семян. Вот это растение практически сразу начало расти двухголовым. Вот, хотя есть и другие. Вот, почему-то в большинстве случаев у меня вот получились колючки желтые, но там я еще посеял, наверное, и белые, и красные. Вот, а так, в принципе, вот они довольно вариабельны. Вот, потом мы поехали в город Татьяга-де-Куба и планировали по пути увидеть еще один эндемик. Это мелокактус Харлоу. Вот, но, к сожалению, вот в то время были сильные дожди и галька осыпалась на дороге. Вот, наш сопровождающий там залез, походил, походил, сказал, что нет, нет, это вам не по силу, пойдемте смотреть так. Мы подошли вот к такому утесу абсолютно вертикальному, там внизу вот наш американский коллега, который постоянно фотографировал все, вот его сейчас тут видно, вот высокая, абсолютно высокая скала, вот, все, что мне зум позволило, вот, пожалуйста, я пытался сфоткать, вот, здесь видна колония вот этого мелокактуса Харлоу, и они вот практически вертикально растут на скалах, и сеется, и много сеянцев, и молодые растения, и пальные, вот, но ближе подойти никак не получалось. Причем там кто-то много раз пытался, там висели альпинистские веревки, вот их кто-то видно, то есть кто-то постоянно лазит туда, но нам было это не под силу. Ну ладно, расстроились, поехали дальше, вот, и по пути нас остановили, вот пойдемте заглянем, Жордин де Каттус, вот, вроде нас чуть ли не, но не частный, конечно, такой вот маленький, маленький, даже не знаю, можно ли назвать это ботаническим садом, вот, заходим туда, и что-то там показалось, вверх идут лестницы, лестница такая, кастомизированная, ладно, поднимусь, поднялся и пожалуйста. Вот такие вот рифовые, такие, ну, видно, морские известняки, очень острые, то есть там пока я проходил, я подошву порезал, потому что, ну, практически лезвие, вот, и все поросшее мелокактусом орлов, вот, причем росли они, вот здесь видно, вот на этом растении, росли они в выемках известняка, то есть там просто вот отверстие в скале, туда попадает, смывается какая-то органика, попадает семечко, семя кактуса, и вырастает это растение, причем не одно, может быть два, три, вот, Грешин там парочку вынул, причем вынулись они абсолютно спокойно, выглядело это так, как примерно, знаете, когда укореняют красу, в стакане с водой, и стакан высыхает, то есть оно просто раз, вынулось, и вот, там земли не было вообще, вот, растения, кстати, выглядели довольно-таки, ну, поджарами, то есть им явно там всего не хватает, но они растут, и прекрасно размножаются, ковырябельность видна здесь, то есть практически все растения, вот, показаны, то есть можно найти и с красным цепалием, с белым цепалием, со светлой колючкой, с темной колючкой, но для Харлова, для классического, это как бы нормально, вот, пожалуйста, здесь видно, как это все выглядело, вот этот вот камень, которому абсолютно нереально было пройти, вот, там же, вот в этом саду, мы увидели еще одного известного эндема, кубинского, это перецкий оценифлора, вот, характерно она не только своей редкостью, но посмотрите, вот здесь виден мужской цветок, а вот здесь женский, вот, под ними были плоды, собрал семена, привез в аптекский огород, по-моему, вот здесь оно сейчас растет, я где-то, наверное, здесь последний раз был, наверное, году, наверное, в 17-м, оно было выше меня роста, потому что растение довольно-таки отзывчивое, даже у меня кусочек вот этот, вот который нам дали сфотографировать, вот, это был оторванный кусок, он у меня укоренился, и сейчас еще до сих пор живет, цветет каждый год. Каудекс, он и не дает, это, 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 это древо, и, по-моему, даже не суккулентное. Вот, ну, нет, не суккулентное, но каудекс, ну, если тебе желание есть, я тебе отдам. Прекрасно, потому что меня же она с ней скоро из дома выставит, потому что оно это, оно сыпет колючки, оно сыпет колючки, и эти колючки попадают в пальцы, это очень не вкусно. Спасибо вам огромное. Субтитры создавал DimaTorzok